Город Стерлинг. Именно так он произносится на английском языке. Стерлинг один из старейших городов и бывшая столица шотландского королевства. Первые поселения на территории современного стерлинга относятся к каменному веку. Точное происхождение названия города на сегодняшний день неизвестно. Стратегическое значение город приобретает при завоевании британских островов римскими имперскими войсками, во многом благодаря удобному с точки зрения обороны высокому холму. Позже на нем будет построен стерлингский замок и отличному стратегическому положению на реке Форд. Согласно современным предположениям, на месте стерлингского замка располагалась римская крепость Иуде. Стерлинг был свидетелем двух основных битв длительной англо-шотландской войны 13 и 14 веков битвы на стерлингском мосту в 1297 году и битве у расположенной вблизи города стерлинга реки Беннагберн в 1314 году. Какой-то монумент, посвященный масону. Прелестный взгляд. Спокойный город стерлинг. Старый стерлингский мост. Дата постройки неизвестна. Называется период со второй половины 15 по начало 16 века. Мост располагается на одной из важнейших переправ во всей Шотландии. И до начала 1800-х годов был главной переправой через реку Форд. Заменил целую серию предыдущих мостов, самым важным из которых был тот, где в 1297 году Уоллес и Моррей разбили армию Эдуарда I. Движение повозок и экипажей было прекращено в 1832 году, когда ниже по течению появился новый мост, построенный Робертом Стивенсоном. Деревянный мост в 13 веке располагался немного выше по течению реки Форд. Король Эдуард в это время находился на континенте. Он намеревался дать достойный отпор французскому королю Филиппу Красивому. Это резко снизило мобилизационные возможности в самой Англии и в ее северных графствах. Лишь малое число аристократов смогло встать под знамена королевского наместника и казначея, графа Сурея и Крессингема. Среди них выделялись всего три известных рыцаря. Генрих Перси, Мармадюк Дет Венжи и Лорд Хунтер Комп, главную ударную силу английской армии составляли три сотни тяжеловооруженных всадников, рыцарей и сержантов, которых поддерживали пехотинцы, около 6 тысяч бойцов. Англичане продвинулись вдоль восточного побережья, продолжили марш на Эдинбург и далее направились к Стерлингу. Целью экспедиции являлась равнинная Шотландия, расположенная за рекой Форд. Стратегическая база мятежников. Уоллес и присоединившийся к нему Моррей решили удержать захватчиков вдоль линии реки Форд, используя русло реки и поросшие лесом склоны холмов в качестве естественного укрепления. 10 сентября противники сосредоточились у Стерлинга и увидели друг друга. Объединенные силы шотландских лидеров насчитывали до 6 тысяч пехотинцев и только 180 кавалеристов. Костяк пехоты составляли ветераны Уоллеса, вооруженные пиками. Вероятно, уже к этому времени шотландские пикинеры были обучены сражаться в сомкнутых боевых порядках. Помимо пикинеров в рядах армии мятежников было много воинов, вооруженных длинными секирами, различными видами клинкового оружия и луками. Шотландцы расположились на северном берегу форта, напротив узкого деревянного моста. В качестве наблюдательного пункта Уоллес избрал «Аббатский утес». Абэй Крейк. Сражение у Стерлингского моста произошло на следующий день, 11 сентября 1297 года. Джон Д. Варен, вероятно колеблясь сходу атаковать сильную позицию противника, отправил к Уоллесу и Морею двух монахов-доминиканцев. В ходе краткого свидания с парламентерами Уоллес предельно четко обозначил свою позицию. «Скажите тем, кто вас послал, что мы пришли сюда не за миром, а за войной, дабы освободить свою родину. Пусть они приходят, когда захотят, и мы окажем им добрый прием». Мост, связывающий оба берега форта, был слишком узок, чтобы англичане могли провести через него массированную атаку. Шотландский рыцарь Ричард Ланди, служивший под английскими знаменами, указал графу Сурею на это, добавив, что войску графа потребуется несколько часов, чтобы перебраться по мосту на противоположный берег. По мосту могли проходить не более двух всадников в ряд. И это лишь в том случае, если бойцы Уоллеса и Морея, выстроившиеся менее чем в миле от берега, удовлетворятся ролью праздных зрителей. Ричард Ланди вторил граф Леннокса. Неподалеку имелся широкий брод, по которому кавалеристы, выстроенные в 30 рядов, легко могли пересечь форт, и Леннокс предлагал возглавить этот маневр. Однако Варрен, подгоняемый нетерпеливым крессингом, желавшим поскорее покончить с дорогостоящей компанией, после тягостного раздумья дал приказ атаковать в лоб, через мост. Английский авангард, состоявший из рыцарей-сержантов, примерно треть всей армии, медленно двинулся по мосту. Достигнув противоположного берега, кавалеристы начали выстраиваться в боевые порядки. Наступлением руководил йоркширский рыцарь Мармадюк Дет Венш, чуть позже к нему присоединился и крессингом. Уоллес наблюдал за тяжеловесными маневрами англичан с вершины Абэ и Крейг. Дождавшись конца переправы вражеского авангарда, сэр Вильям протрубил в рог, подавая сигнал к началу битвы. Массы шотландской пехоты вышли из леса и обрушились на англичан. Мармадюк Дет Венш попытался перехватить инициативу, взмахнув знаменем и крикнув «С нами Господь и Святой Георгий!». Он возглавил образцовую кавалерийскую атаку, стремясь расширить катастрофически малый плацдарм. Лес длинных пик и ливень стрел отбросили смельчаков, последовавших за Твенджем, назад, чем полностью смешали ряды английского авангарда. В этот момент Эндрю Моррей ввел в бой всю шотландскую конницу, которая зашла англичанам во фланг и мощным ударом отрезала их от моста. Стиснутые на узкой полоске суши, припертые спиной к реке и давимые с трех сторон непроницаемой стеной шотландской пехоты. Английские рыцари какое-то время отчаянно сопротивлялись. Почти сразу сражение превратилось в беспорядочную свалку. Лошади, исколотые пиками, бесились от боли и сбрасывали своих хозяев на землю. Шотландцы добивали упавших огромными секирами и непрерывно усиливали давление. Последние остатки дисциплины рухнули, и англичане в панике устремились к реке. Тяжелое вооружение не давало никаких шансов на спасение. Началась резня. Кресингем был забит, точно бык на бойне. Мармадюк Детвенж, проявив невероятное самообладание и нечеловеческую отвагу, мечом проложил себе кровавую дорогу сквозь ряды противника и вырвался на свободу. Не выдержав бешеного натиска, англичане обратились в безоглядное бегство. Рухнул деревянный мост. В течение короткого времени было убито более сотни английских рыцарей и до двух тысяч пехотинцев, практически, весь авангард. Бросив на произвол судьбы гарнизон Стерлинга, Суррей в сильнейшем потрясении отступил к лесному массиву Торвуд. Карательная экспедиция, замышлявшаяся как триумфальное шествие, закончилась небывалым разгромом. Победители отыскали в груди трупов, покрывавших оба берега реки, тела Хьюга до Кресингема. Королевского казначея, содрали с него кожу и разрезали ее на ремни. Уоллес велел изготовить из кожи казначея ножны для своего меча. Гарнизон Стерлинга поспешно сдал замок. В нем торжествующие шотландцы с шумом отметили свой триумф. Однако радость победы омрачалась тяжелой утратой. В сражении получил тяжелое ранение Эндрю Моррей, от которого он скоро умрет. Эндрю Моррей – единственный искренний сторонник Уильяма Уоллеса из числа высокородной шотландской знати. После грандиозной победы при Стерлинг-Бридж, Уоллес стал признанным лидером восставшей Шотландии. Роберт Брюс, молодой граф Карика, опоясал героя рыцарским мечом, а собрание лордов провозгласило сэра Уильяма, хранителем шотландского королевства и наделило его полномочиями единого регента страны. Считается, что мост Стерлинг того времени находился примерно в 180 ярдах вверх по течению от каменного моста 15 века, который сейчас пересекает реку. Четыре каменных опоры были найдены под водой к северу от города и под углом к сохранившемуся мосту 15 века. Место сражения находилось по обе стороны от земляной дамбы, ведущей от Эбби Крейг, на вершине которой сейчас находится памятник Уоллесу, к северному концу моста. Поле битвы было инвентаризировано и защищено Организацией Историческая Шотландия, в соответствии с шотландской политикой охраны исторической среды 2009 года. Монумент Уоллеса. Четырехгранная башня высотой 67 метров, построенная в 1869 году, в городе Стерлинге в честь шотландского национального героя Уильяма Уоллеса. Редактор субтитров А.Семкин Битва при Беннагберне произошла недалеко от Стерлинга. На сегодняшний день, в основном все место битвы застроено домами. Но свободное место нашли недалеко от места битвы. И установили там монумент Роберту Брюсу. 23 июня английские войска достигли реки Беннагберн в нескольких километрах к югу от Стерлинга. Шотландская армия расположилась на лесистых холмах, окружающих дорогу. По численности войска шотландцев, насчитывали от 5 до 10 тысяч человек, и резко уступали английской армии. Но были выгодно расположены и возглавлялись опытными полководцами королем Робертом I, Эдуардом Брюсом, Джеймсом Дугласом и Томасом Рэндольфом. Ряд современных историков, начиная с 19 века, оспаривают численное превосходство англичан, особенно наличие у них многочисленной пехоты, так как это не подтверждается ходом битвы. Войско шотландского короля, так же как и армия его предшественника Уильяма Уоллеса, состояла главным образом из пехотинцев, вооруженных копьями, и была разделена на три крупных отряда. Авангардом командовал Томас Рэндольф. Сам король располагал отрядом из 500 всадников. Армия была собрана со всей Шотландии. В ее составе находились и рыцари, и горожане, и торговцы все, способные приобрести оружие и доспехи. В шотландской армии находились отряды лучников, около 500 человек, и тяжелых кавалеристов. Многие из них вынуждены были спешиться во время битвы. Сражение началось неожиданным столкновением короля Роберта Брюса с английским отрядом Генрида Богуна. Генрида Богун, шедший во главе своего отряда, внезапно увидел шотландского короля, двигавшегося во главе своих войск. Богун, выставив вперед копье, незамедлительно бросился в атаку наименитого противника. Король же был верхом на небольшой скаковой лошади и не имея доспехов, был вооружен лишь боевым топором. Когда стремительно мчавшийся барон был уже в паре метров от короля, последний резко развернул коня и, встав на стремена, нанес сокрушительный удар топором, пробив шлем и разрубив голову рыцаря. Богун пал замертво. Победа короля в поединке с английским бароном стала сигналом к общей атаке шотландских войск. Этот поединок стал одной из самых славных страниц шотландской истории. В течение первого дня сражение продолжалось с явным перевесом шотландцев. Холмистая местность и ошибки командования не позволили англичанам активно использовать кавалерию и лучников. Рыцари английского авангарда вынуждены были отступать под напором шотландских войск. Тем временем другой английский кавалерийский отряд под командованием Роберта де Клиффорда и Генри де Бомона, обойдя позиции шотландцев, направился к стерлингу. Разгадав маневры англичан, Роберт Первый Брюс послал Шилтрон Томаса Рэндольфа на перерез наступающему отряду. Английские рыцари, лишенные поддержки лучников, были не способны противостоять шотландским копьеносцам, объединенным в прочные и мобильные построения Шилтроны. Английский отряд был опрокинут и разбит. На второй день битвы, английские войска продолжали наступление на стерлинг. Шотландский король умелыми маневрами перерезал все прямые пути на город. Однако Эдуард II избрал наиболее неудачный и опасный маршрут, пролегавший через местечко Беннагберн. Вечером английский король отдал приказ о передислокации войск на равнину между реками Беннагберн и Форт. В результате англичане оказались на крайне ограниченном, заболоченном участке. Вскоре после наступления рассвета утром следующего дня шотландские копьеносцы, объединенные в три баталии, начали наступление на английские позиции. Эдуард был немало удивлен появлением из леса шотландской армии. Тем временем воины Роберта I Брюса, приблизившись к английским позициям, опустились на колени для молитвы. Удивленный английский король, по преданию, сказал, что они просят о милосердии. Однако один из его приближенных намекнул, что шотландцы просят милости у Бога, но никак не у английского короля. Авангард английских войск, возглавляемый нетерпеливым графом Глостером, обрушился на шотландские войска. В лесу шотландских пик нашел свою смерть сам Глостер и многие из его рыцарей. Огромный размер английской армии сыграл в начавшемся сражении роковую роль. Англичанам требовалось слишком много времени, чтобы перестроить свои ряды и приготовить войска к битве. Тем временем по приказу Роберта I Брюса шотландская армия всей своей массой обрушилась на дезорганизованное английское войско. Попытки организовать сопротивление провалились, англичане оказались блокированы у реки и сбились в тесную неорганизованную толпу, в которой лучники не имели возможности проявить свои боевые качества. Многие рыцари обратились в бегство. Разгром довершил отряд короля Роберта I, усиленный гельскими частями из Западной Шотландии. Король Эдуард II едва избежал пленения и бежал в Данборс со своим личным телохранителем. Чем способствовал окончательному развалу всякого порядка и дисциплины в армии, отступление которой вскоре перешло в паническое бегство. Отчаянно пытаясь спастись, остатки английских войск бежали к англо-шотландской границе, располагавшейся в 145 километрах к югу от места побоища. Многие англичане были убиты преследовавшими их шотландцами или местными жителями. Единственным отрядом, сумевшим в организованном порядке и без лишних потерь добраться до безопасного места, был отряд валийских копьяносцев. В битве погибло более 10 тысяч английских солдат. Потери шотландцев были гораздо меньше. Несмотря на то, что поражение при Беннагберне не заставило Англию признать независимость Шотландии и военные действия продолжались еще более 10 лет, это сражение явилось решающим в борьбе за освобождение Шотландии. После Беннагберна Роберт I Брюс перешел в контрнаступление и перенес всю тяжесть военных операций на территории Англии и Ирландии. Шотландия была освобождена, началось восстановление страны. Победа при Беннагберне стала символом шотландского единения и борьбы за независимость, оказав значительное влияние на формирование шотландской нации. В то же время крах планов по установлению английского господства в Шотландии способствовал серьезному внутриполитическому кризису в Англии, завершившемуся свержением Эдуарда II в 1327 году. А 1 марта 1328 года был заключен Нордгимптонский мир, в результате которого была признана независимость Шотландии. Зашли в паб покушать, отдохнуть. Женщины захотели водки. Минут 10 пришлось объяснять барменше, что мы хотим чистой водки. Ни коктейли с водкой, ни водки с чем-либо, а просто чистой водки. Видимо для шотландца пить водку чистой, это все равно, что для нас есть растворимое кофе ложкой, прямо из банки. Завтра идем в Стерлинский замок. Редактор субтитров А.Семкин